Всем привет! Это новогодний мастер-класс от магазина Лентомания. Меня зовут Аня Сахно. Я сегодня расскажу вам, как связать вот такой новогодний венок. Для вязания такого веночка вам понадобится около 30-40 метров трикотажной пряжи стандартной ширины 7-9 миллиметров. В моем случае была пряжа фирмы Лента. Цвет ваниль и цвет нежно-голубой. Также вам понадобится вот такая вот заготовка фанерная для веночков. Диаметр такой заготовки 18 сантиметров. Крючок. Я выбрала крючок 9 размера. И в моем случае фирма крючка это Прым и модель Эргономик. Также вам понадобится очень много разных новогодних небольших украшений или вот таких вот бустиков, из которых можно вырезать маленькие элементы и приклеить их к вашему новогоднему венку. Также для отличного настроения вам понадобится новогодняя музыка и уютная кружечка согревающего какао. Трикотажную пряжу, заготовку для венка и инструменты вы можете приобрести в моем интернет-магазине lentamania.ru. Заходите там на новогоднюю витрину и выбирайте в себе разные интересные штучки для украшения дома и для подарков вашим родным и близким. Для того, чтобы превратить вот такую заготовку в красивый рождественский или новогодний веночек, начнем с ее обвязки. Для обвязки этого ободочка я выбрала пряжу лента цвет ваниль. Вкладываю крючок в центр нашей заготовки. Затем вытягиваю вот такую вот петельку. И провязываю ее с помощью ленты, которая у меня вот вытянулась. Вот так. У меня получается два хвостика вот здесь вот. Один хвостик короткий и другой это длинная лента, которая у меня от мотка идет. Теперь мы этот хвостик попробуем с вами спрятать. Кладем его сверху, как будто бы вот так вот на ободочек. И в процессе обвязывания ободка этот хвостик будет у нас спрятаться внутри рядом. После того, как мы вот эту первую петельку сделали, мы снова кладем крючок внутрь. Достаем ленту. Так как ободок довольно широкий, ну около полутора сантиметров, где-то в ширину, делайте вот здесь вот петлю, которая была бы не слишком короткой. То есть, чтобы она красиво ложилась и не натягивалась, нужно какую-то часть ленты все-таки дать вытянуться ей. Провязываем еще на крючке вот так. Получается, снова кладем крючок в центр, вытягиваем ленту и провязываем две петли на крючке. У нас получаются вот такие петли. Вы их в процессе выравниваете, расправляете. Можно прям рукой расправить, потому что от того, как вот здесь ложится ленточка, будет зависеть, в общем-то, весь внешний вид вашего ободка. И таким образом вы обвязываете по всему периметру. Хвостик мы оставляем внутри ряда, а две вот этих петельки провязываем. Вот так. Сейчас я вам назову оптимальное количество петелек, но вообще количество петель должно быть кратно шести. То есть, делиться на шесть, без остатков. Вот таким образом мы продвигаемся с вами по всему периметру ободка. Если у вас точно такая же заготовка, как и у меня, из магазина Лентомания, то я вам рекомендую набрать 54 петли. То есть, вот здесь должно быть петель 53, и последняя будет 54. Мы ее сейчас с вами сформируем сами вручную. Она будет соединять начало и конец ряда. В процессе вязания я выяснила, что при выполнении первого ряда нужно сделать 52 петли и 53 петельку смоделировать. В будущем, в следующем ряду, вы также точно при соединении рядов смоделируете 54 петлю. И таким образом получите количество петелек кратное шести. Таким образом у нас получится 9 секторов, последствия, которые мы с вами свяжем. Вот я сделала 53 петли, хвостик вытащила, и теперь буду делать 54 петельку. Как делается такая петля? Мы вкладываем крючок спереди-назад в первую петельку, вытягиваем наш хвостик на лицевую сторону, затем переворачиваем венок и вкладываем крючок в последнюю петлю, вот в эту ниточку, которая поперек, и заднюю стеночку петли, вот сюда. Сейчас покажу вам, как это выглядит с лицевой стороны, вот так. И затем вот таким движением мы вытягиваем наш хвостик на изнаночную сторону. И вот это место, вот эту сформированную петельку, мы вытягиваем ровно на стойку, чтобы она смотрелась одинаково с соседними петлями, не было видно, что это место соединения рядов. Вот сейчас, мне кажется, у меня как раз не видно, что это место соединения рядов, поэтому я могу перевернуть веночек и спрятать этот хвостик между изнаночными петельками нашей заготовки. Таким образом у меня получилась вот такая заготовка. Я могу приступать к вязанию второго ряда. Для вязания второго ряда я выбрала цвет нежно-голубой, у меня будет такой веночек очень зимний, в холодных оттенках красивых зимних. И здесь вы можете начать с любого места заготовки. Если вы потеряли то место, где вы соединяли начало и конец ряда, это прекрасно, значит, вы сделали это очень качественно, раз не можете его найти. И искать нам его не обязательно. Второй ряд у нас будет очень простой, он будет связан соединительными петлями. Это делается просто для декоративной составляющей нашего веночка. Мы вкладываем крючок вот сюда, за задние стеночки петли. Будем вкладывать, чтобы с лицевой стороны ребрышком оставалась передняя стеночка петли. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот так у меня есть венок еще в новогодних цветах. Вот такое ребро у нас с вами останется. Итак, я вкладываю крючок за заднюю стеночку петли. Вытягиваю нитку. Ничего с ней не делаю. Вкладываю ее в следующую петлю, тоже за заднюю стеночку. У меня получается 2 петельки на крючке. Я одну петлю провязываю через другую петлю. Этот элемент называется соединительная петля. Я думаю, что многие из вас не знакомы. И таким вот образом, соединительными петельками, мы будем вязать весь второй ряд. Вот так. Вкладываете, протягиваете нитку и провязываете одну петлю сквозь другую петлю. Но здесь никаких хитростей нет. Единственное, старайтесь следить, чтобы вот эти петельки были максимально похожими друг на друга. Тогда будет веночек смотреться аккуратнее. После того, как вы провязали весь периметр нашей заготовки, дошли до первой петельки, можете также обрезать хвостик. И сейчас нам нужно будет смоделировать точно так же соединяющую петлю, которая будет у нас связывать начало и конец ряда. Здесь, чтобы смоделировать соединительную петлю, мы вкладываем крючок, так же вот только снизу вверх это получается, под первую петельку. Затем вытягиваем голубую ниточку. Подтягиваете хвостик, который у нас был в самом начале. У нас эта петелька не закреплена. Затем вкладываем крючок в центр последней соединительной петельки и вытягиваем наш хвостик с изнаночной стороны. Вот наши два хвостика. Переворачиваем и выравниваем эту петельку. Делаем ее такого же размера, прячем место соединения рядов. Вот здесь у нас с вами соединяется начало и конец ряда. Я думаю, мы сделали это незаметно. Теперь осталось также спрятать эти хвостики с изнаночной стороны нашей заготовки, чтобы их не было видно. Теперь мы приступаем к вязанию третьего ряда, заключительного ряда. Вкладывать крючок в третьем ряду для вязания третьего ряда мы будем также за крайнюю стеночку, петельки. Вы можете добавить здесь еще какой-то третий цвет. Это будет смотреться тоже очень красиво и интересно. Я же продолжу вязать тоже нежно-голубым. И можно также начать из любого места заготовки абсолютно, так как у нас здесь нет шва и начало-конец ряда мы с вами тщательно прячем. Мы вкладываем крючок за заднюю стеночку петли, вытягиваем петельку, хвостик оставляете, можете оставить на ряду, и он у вас будет спрятан внутрь вашего вязания, вам ничего не нужно будет прятать в самом конце. И провязываем этот столбик вот так вот. Делаем вот такую воздушную петельку. Это начало первого сектора. Всего секторов у нас будет 9, и в каждом из этих 9 секторов будет по 6 петель, как-то сложно посчитать. Первая петля в секторе именно вот такая, вот столбик без накида. В данном случае у нас имитирует этот столбик воздушная петля. Следующий будет столбик, это полустолбик с накидом. Если вы никогда его не вязали, смотрите, как это делать. Делаете накид, кладете крючок, вытягиваете 3 петли на крючке, и все их разом провязываете. Такой элемент называется полустолбик с накидом. Следующие два элемента. Следующий элемент будет столбик с накидом, и он будет провязан в эту же петлю. Сюда же вкладываете крючок, вытягиваете ленту, у вас получается точно так же 3 петли на крючке, но вы провязываете их постепенно. Первые 2 вместе, затем вторые 2 петли вместе. Этот элемент повыше чуть-чуть, чем полустолбик с накидом. Таким образом мы с вами вот такие вот сымитируем полукруги, или горки на нашем веночке. Следующие два элемента будут столбики с двумя накидами. делаем два накида на крючок, вкладываем крючок уже в следующую петельку, вытягиваем ленту и получаем 4 петельки на крючке. Провязываем их все постепенно. Вначале провяжем 2 петли вместе, потом еще 2 петли вместе, и потом еще 2 петли вместе. Вот такой вот высокий элемент. Следующий элемент будет точно такой же, столбик с двумя накидами, и будет провязан он в эту же петлю. Сюда же вкладываете крючок, вытягиваете ленту, 2 петельки вместе, еще 2 петельки вместе, и еще 2 петельки вместе. Они одинаковые по высоте, и это самая высокая часть нашего сектора. Теперь столбики пойдут на спад, мы снова повторяем вот этот элемент, только в обратном порядке. Вначале мы вяжем столбик с одним накидом, в следующую петлю вкладываем крючок, вытягиваем 3 петли, и провязываем их по очереди, 2 вместе и 2 вместе. Потом, как вы помните, мы вязали полустолбик с накидом. Делаем накид, вкладываем крючок в ту же петлю, вытягиваем 3 петли, но провязываем их одновременно. Вот так. Следующий элемент будет просто, столбик с накидом он вяжется в следующую петлю. Вкладываете крючок, вытягиваете 2 петли вместе и провязываете их вместе. Таким образом, мы с вами провязали 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. А шестая петля у нас будет соединительная, самая-самая низкая, она будет соединять сектор между собой. Вкладываете крючок, вытягиваете петельку и провязываете одну петлю сквозь другую. Мы сегодня уже вязали с вами этот элемент, соединительная петля называется. Вот так. Все, мы провязали 6 петелек. Теперь начинаем вязать снова вот с этого места, с столбика без накида, в следующий сектор. Давайте я еще раз вам покажу, как я вяжу сектор на всякий случай. Итак, я вкладываю крючок. Во-первых, у нас с вами здесь еще хвостик наряду лежит. Вкладываю крючок за заднюю стеночку петли, вытягиваю петельку и провязываю 2 петли вместе. Это столбик с накидом. Затем делаю накид, вкладываю крючок в следующую петлю, вытягиваю 3 петельки и провязываю их тоже все вместе. Вот так. Затем делаю накид, вкладываю крючок в ту же самую петлю, вытягиваю 3 петли и провязываю их уже по очереди. 2 вместе и 2 вместе. Теперь делаю 2 накида, вкладываю крючок в следующую петлю, вытягиваю 4 петли, провязываю их по очереди. Повторяю этот элемент в ту же самую петельку. Столбик с двумя накидами, делаю 2 накида на крючок, вкладываю крючок в ту же самую петлю, вытягиваю 4 петли и провязываю их по очереди. Самый высокий элемент у нас сделан, провязан. Переходим теперь, идем на убыль, так скажем. Делаю накид, вкладываю крючок в следующую петлю, вытягиваю 3 петли, провязываю их по очереди. Делаю накид, вкладываю крючок в ту же самую петлю, вытягиваю 3 петли и провязываю их теперь уже вместе. Теперь вкладываю крючок в следующую петлю, вытягиваю 2 петельки, делаю просто столбик без накида. И остался последний элемент, который соединит наши горки, соединительная петля. Можете себя проверять, вы должны провязать 6 столбиков, 6 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, соединительная петелька была, принадлежит к вот этому элементу. Вот так получается. Таким образом у вас должно быть провязано 9 элементов. Для большего понимания я могу также еще добавить, что мы с вами не случайно провязываем вот в эти 3 петли по 2 элемента. То есть удваиваем эти столбики. Здесь у нас 2 столбика, здесь 2 и здесь 2. Если бы мы вязали в каждую петельку по 1 столбику, как мы делали с вами в предыдущем ряду, то наш веночек не стал бы похож на венок. Он бы не расширялся вот сюда в стороны, а стал бы подниматься, вот так вот выглядел бы как корзинка. Поэтому периодически некоторые элементы нужно провязывать в одну и ту же петлю, чтобы достичь вот этого эффекта расклешения. Таким образом мы повторяем последовательность вот из этих 6 элементов до конца ряда. После того, как вы связали третий ряд, можно переходить к самому интересному. Это украшению нашего веночка разными новогодними классными штучками. Вы можете их приклеить на клеевой пистолет или на какой-то клей для пластика. В общем, подащите что-то подходящее для вас. После того, как я прикрепила на свой веночек все украшения, он у меня стал вот так выглядеть. И его можно уже повесить куда-то на видное место, любоваться и ожидать Нового года. Заготовку для веночка, трикотажную пряжу и инструменты необходимые вы можете приобрести в магазине lentamania.ru Желаю вам приятной подготовки к Новому году и отличного настроения. Всем пока-пока!